Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Губнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! — Как прошла Ваша неделя с нашего прошлого эфира? Что интересного происходило? С чем приходят пациенты к Вам в кабинет? У меня тоже есть определенные вопросы, но вначале по традиции я Вас спрашиваю, потому что, не знаю, всегда интересно, что там происходит в практике, в кабинете, какими переживаниями сейчас люди озабочены. — Или вопросами? — Ну, в каком-то смысле, я имею в виду в рабочем смысле, практически мало что поменялось. Ну, не сказать, что я слежу за какими-то изменениями и где-то у себя там помечаю. Вот. Не всегда это… Отдаю себе отчет, что какие-то другие темы приносят. Нет. Люди приносят какие-то супружеские свои вопросы, то есть общение супругов друг с другом. Вот. Люди приносят какие-то свои собственные невозможности. Ну, например, может быть, мы к этому вернемся, девушка рассказывает о том, что она не может посещать общественные туалеты в силу определенных причин. Вот. А поскольку она студентка и поскольку, ну, она хочет вести обычную жизнь, как все другие, да, ходить по магазинам, куда-то ездить, вот, то это накладывает определенные ограничения на ее перемещение. То есть ей приходится выкручиваться. Вот. Ну, и… Ну, в общем, как-то вот так, если уклончиво или неуклончиво, а в общем, ну, все. Люди приносят то, что их беспокоит, да. Вы начали говорить про общение между супругами, и один из вопросов, который мы наметили с вами на эту программу, это вопросы коммуникации. Мне кажется, тема, которая интересует практически всех, потому что люди постоянно пересказывают чужие идеологии, они пытаются делать выводы, как-то комментировать, давать оценку, пытаться узнать скрытый смысл. Ну, вы обозначили еще и вторую тему – ограничений, с которыми люди приходят. Тоже, мне кажется, вот эти ограничения имеют настолько разнообразные виды и формы в своих проявлениях у людей, что, ну, тоже может стать темой обсуждения. Вам предоставлю тут выбор, в какую сторону двинемся. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей традиционно. Да, может быть, напомнить. У нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, рассказывайте свои истории. Мы с Алексеем готовы включиться, поделиться своими мыслями, опытом, знаниями какими-то. Ну, может быть, даже и не столько, и не только готовы поделиться, готовы вступить в разговор. И, может быть, вот этот мой ответ будет сегодня, ну, такой ответ, да, вступить в разговор. Ну, так получилось, что вот последние дни я как раз об этом очередной раз раздумываю. О том, что вы назвали коммуникацией, общением, да. То есть, когда люди друг с другом, ну, каким-то образом взаимодействуют. Словесно, вербально, невербально. И когда мы с вами предварительно вот сегодня говорили, ну, может быть, это интересно будет нашим зрителям, да. Такая затравка и такая идея о том, что даже те жалобы, те симптомы, те ограничения, как, например, в моем примере про студентку, которые касаются вроде бы ее одной. Она не может посещать общественные туалеты. На это тоже можно посмотреть со стороны коммуникации. Со стороны коммуникации можно посмотреть те проблемы, которые приносят, я тоже об этом говорил, приносят молодые люди, когда они не общаются со своими родителями или не выходят из дома. То есть, я хочу сказать, что я вот специально сейчас, может быть, затягиваю этот момент, но для того, чтобы здесь поставить акцент, что там, где, может быть, люди видят разрыв общения, разрыв коммуникации, они иногда так и говорят, у меня с моим мужем или с моей женой не получается нормальный разговор, или у меня с родителями нарушенные отношения, или у меня с родителями нет коммуникации, или у родителей нет. То есть, в данном случае человек на что-то указывает и осознает. Но даже там, где он на это не указывает, например, человек приходит с паническими расстройствами, человек приходит с тоской и депрессией. И подчас психолог, психотерапевт предлагает человеку начать копать в самом себе, если мы говорим про тревогу и депрессию. И это может быть очень долгим таким копанием, может быть, даже не сильно результативным, потому что в этот момент не рассматривается коммуникативная сторона этих расстройств, ну, депрессивных или тревожных. Хотя, кажется, или там на первый взгляд, и на второй не всегда видно, каким образом тревога, депрессия, тоска, бессонница, трудности в передвижении, психогенного свойства, панические расстройства, проблемы с весом. Каким образом это связано вообще с общением? Каким образом это связано вот с той самой коммуникацией? Давайте шузим, пример какой-то разберем. Ну, например, в семье супруги перестали разговаривать друг с другом. Ну, от слова совсем. То есть они ходят и молчат. То есть это тоже является коммуникацией? Вот, Елена, тут важный момент. Да, ну, безусловно, это является коммуникацией. Важный момент в том, чтобы еще раз сейчас повторить банальность, которую, я уверен, и наши телезрители тоже знают, что это, скорее всего, коммуникация. То есть когда мы друг с другом не разговариваем, ну, я как супруг, например, да, со своей супругой, то мы в этот момент разговариваем, не разговаривая, да, мы о чем-то разговариваем. То есть вот эту мысль, мне кажется, интересно запустить и посмотреть, как дальше понимание этого взаимодействия будет разворачиваться, да. То есть когда я не разговариваю и думаю, что наше общение прервалось, то у меня одни мысли и фантазии по этому поводу. Когда я не разговариваю и думаю, что мое общение продолжается, но на другом каком-то языке, не вербальном, как мы говорим, да, то, может быть, эта мысль приведет меня рассуждающего к каким-то другим выводам. Может быть, это приведет к другим выводам наших телезрителей. Может быть, нас с вами сегодня это приведет к каким-то интересным выводам. О чем говорят люди, когда они не разговаривают? О чем говорят супруги, когда жена вспоминает мужу его алкогольные дела, там, десятилетней давности? Вот они живут, уже эта тема давно закрыта, ну, муж не выпивает крепко. Или носки разбрасывал 10 лет назад. Да, да. И вот что-то в этот момент, помимо придирки, которые, как кажется, или муж жене говорит, не знаю, что-то может быть о тратах, может быть, о ее подругах. Ну, вот мы сейчас с вами в супружеский контекст перешли. Ну, это как пример, да? Ну, вот, допустим, жена попрекает мужа за прошлое какие-то грехи, которых он уже в настоящем, ну, не совершает. Я правильно поняла? Тогда она, произнося слова, о чем-то все равно молчит в текущем моменте. То есть она о чем-то не говорит с мужем, и он не понимает. То есть он не может, скорее всего, наверное, разобраться в причинах этих упреков, тем более таких вот ретро-упреков, я бы так сказала. Ретро-упреки. Ну, здесь, может быть, жена знает, но молчит. То есть она знает, о чем она не говорит. Но вполне может быть ситуация, и скорее бывают ситуации, когда человек сам, ну, например... То есть, возможно, если бы она знала, она бы сказала, но она не знает. Может быть. Вот прием, сидят супруги, и жена говорит, я понимаю, что мои воспоминания и вот такие предъявления моему супругу, они только взрывают нашу домашнюю ситуацию. Я не понимаю, зачем я это делаю. Я понимаю, что меня это по-прежнему где-то там задевает. Я понимаю, что по-прежнему где-то там... Для меня это важно. Чисто по-женски могу сказать, что таких грехов очень много, которые женщины предъявляют своим мужьям. Не знаю, после 20 лет брака она ему говорит, а вот ты меня там не проводил после кинотеатра, да, поздним зимним вечером в метель отправил меня одну домой. Это очень интересный момент, Елена, да. Я сейчас прям вклинюсь. Грехов очень много, и здесь в этом разговоре очень часто, по крайней мере, мой опыт показывает клинический, что они начинают обсуждать этот грех 20-летней давности. Или он настолько, ну, условно, набил уже оскомину, что он ей не знает, что сказать, потому что он уже тысячу раз все объяснил. Она не знает, зачем она у него это спрашивает. Но все равно как будто речь идет о том, что было какое-то время назад, собственно, о самом событии, которое отставлено от текущего времени 20 лет назад. Но мы сейчас с вами говорим о том, что к этому можно и, может быть, стоит подойти по-другому. О том, что воспоминание об этом грехе, как вы назвали, это событие текущего момента, это часть текущего восприятия. Она что-то ему в текущий момент говорит. Может быть, о том, что он слишком хорош стал в последнее время, ему нечего предъявить. Это, как ни странно, может быть, тоже ситуация достаточно беспокоящая супругов. Может быть, нашим зрителям это покажется странно, но это так. Жить условно с ангелом или жить с человеком, который безгрешен, очень сложно, потому что надо что-то делать со своими грехами, ошибками. Уйдем от лексики такой вот на грани, говорим ли мы о религии или в данном случае о светских каких-то вещах говорим. Что-то в этот момент воспоминание об этом имеет какое-то значение. И тут мы с вами в интересной ситуации, потому что мы можем гадать эдак или эдак, и зрители с нами могут гадать, что хотела сказать жена, или что она хочет сказать, когда каждый раз вспоминает. Ну вот опять ты вспомнила. Или да, вот опять ты вспомнил. Но я могу утвердительно сказать, что когда мы начинаем это рассматривать в конкретной семье, там всегда есть конкретное содержание у этого посыла, у этого воспоминания, которое является упаковкой, является формой, в которой помещено какое-то содержание, касающееся текущего момента. То есть мы, конечно, тут не даем в программе рекомендаций, каких-то инструкций, но тем не менее, если в семье происходит какая-то коммуникация, какое-то общение, которое, казалось бы, не имеет отношения к реальности, в нем нет логики в этих претензиях, то стоит эту все равно логику поискать, то есть привязку к текущему моменту. Ну, например, ты меня там не встретил и не проводил, мне тогда было очень обидно, и сейчас я боюсь, ну, что ты тоже снова сделаешь что-то, что меня обидит и мне будет так же больно. Ну, я такую гипотезу выдвигаю. Ну, может быть, мы с вами, конечно, можем такие рекомендации дать, не всегда этими рекомендациями можно воспользоваться, потому что указание или предписание, ищи логику в том, что сейчас происходит, какую-то логику, да, оно не всегда. Ну, хорошо, я десять раз об этом подумал, никаких новых мыслей мне в голову не пришло, зачем я это делаю, говорит супруга, да. И муж говорит, у меня никаких мыслей не пришло, чего она хочет у меня в этот момент спросить. И в определенном смысле это такая запечатанная, герметичная коммуникация, которая, кажется, действительно вырвана из контекста и, ну, не относящаяся к настоящему, да, точнее, не вырвана, а погруженная в контекст настоящего, вырвана из прошлого откуда-то. Но моя задача сейчас была как раз проиллюстрировать, что на это можно смотреть как на продолжающееся взаимодействие, как на продолжающееся, как на использование некого языка, которым вот супруги что-то хотят друг другу сказать. – Если мы говорим не только о супругах, но, например, о детско-родительских отношениях, когда взрослые общаются с ребенком, и ребенок отказывается говорить, отвечать, ну, тоже как-то молчит, но при этом он хулиганит, разрушает, это же тоже такая определенная форма коммуникации. Как там быть? И можем ли мы там давать какие-то рекомендации родителям? – Ну, мы знаем некоторые подходы, потому что это в определенном смысле типичные подходы, да, содержательная часть от меня изменяется. Ну, мы можем сказать, что словесная вербальная коммуникация или вообще языковая среда – это сильное место любого взрослого по отношению к ребенку. Ребенок просто не в состоянии взрослому ответить на его уровни. Но у ребенка есть другой язык – язык поведения, да. И, может быть, родитель вольно или невольно хочет, чтобы ему ребенок сказал языком, а ребенок не вмещает, не может сказать это языком, да. Поэтому он говорит на своем языке поведений, каких-то соматических, может быть, трудностей, да, инуреза, я не знаю, заикания, еще чего-то, да. Полноты или худобы. Ну, то есть что-то происходит с телом ребенка, которое является, вот, ну, в этом смысле определенной языковой средой. И, ну, если взрослые начинают к этому относиться, родители, как к высказыванию, да, к определенному… Чаще всего взрослые относятся с претензиями к поведению ребенка. То есть они не понимают… Алексей, давайте тогда взрослым дадим какую-то рекомендацию, как начать понимать своего ребенка. Если мы не можем впрямую там про супругов, про взрослых людей, то здесь немного другая ситуация. У взрослого больше ресурсов, у него больше знаний, больше слов, конструкций словесных. Но коммуникация с ребенком нарушена. Как родителю начать понимать своего ребенка? Как, может быть, перестать с ним разговаривать сложными конструкциями? Я бы, конечно, с удовольствием сейчас, Елена, ваш вопрос переадресовал нашим зрителям. Не потому, что на него нет ответа, а потому, что, может быть, содержательным были бы ответы людей, которые уже нашли. Но к вашему вопросу я могу сказать то, что уже тоже и так известно. Ну, язык игр – это язык детей, язык беготни, язык, когда взрослый, если ребенок достаточно небольшого возраста, еще когда взрослый со своей верхотуры опускается на пол, потому что пол – это пространство ребенка, ну, до определенного возраста. Если он спускается со своих небес, со своего олимпа, вот на этот пол. И мы с вами уже говорили, что, хоть я, может быть, сейчас и высказываюсь неопределенно, ну, то есть, ну, каких-то ориентиров таких нет, кроме того, что как будто за моими словами я хочу сказать, что так или иначе все является коммуникацией. Там, где люди ругаются, не разговаривают друг друга, там, ребенок бьет родители, да, или он не спит, ребенок, да, или взрослый подросток уже, тот, который ходит в университет, приходит и говорит, у меня была паническая атака, да, то есть, ему говорят, слушай, ну, наверное, с тобой что-то происходит, вот надо тебя к доктору отвезти, его отводят, но он приносит в этот момент еще и какое-то содержание, какое-то сообщение родителям. Например, мне страшно среди этих незнакомых людей, да, я остаюсь один на один, я думаю, что они меня там будут критиковать, да, ну, например, боязнь социальных пространств, это боязнь выглядеть неуместно, нелепо, ну, стыдно сделать что-то, упасть, да, я упаду, и все будут видеть, боязнь публичных выступлений, это все, но в этом всегда есть вот этот контекст общения с кем-то, да, я боюсь с кем-то поговорить, я боюсь кому-то обратиться, почему боюсь, но очень часто за этим стоит, меня будут осуждать, да, и я прихожу домой, и я не могу сказать, что я боюсь, что меня там будут осуждать, для этого нужно определенным уровнем рефлексии обладать, и этот уровень у наших пациентов, например, возникает, да, у пациентов психолога, психотерапевта, а до этого вот я пошел, дыхание мое вдруг участилось или наоборот остановилось, сердце стало стучать, ноги стали ватные, и меня заполнил страх, и мне, ну, я ничего не могу сделать, да, такое какое-то описание, вот, и вот я, значит, прихожу и об этом рассказываю, а мне говорят, что я сломался, поэтому я вернусь к мысли, здесь разговор не только о том, что любое взаимодействие можно рассматривать с позиции коммуникации, да, даже если я один с самим собой, но и мы можем, наши гипотезы по поводу того, а что мне хотят сказать, и что я хотел сказать, я могу эти гипотезы проверять, и тогда эти опорные моменты возникают, да, мы тут с коллегой разговариваем, он говорит, он занимается семейной терапией, он говорит, когда специалист сидит и слушает супругов, то он говорит, я учу своих студентов смотреть не на того, кто говорит, а на того, кто молчит в этот момент, то есть на того, кто является адресатом этой коммуникации, не так важно смотреть на супругу, которая что-то говорит в этот момент, посмотри на мужа, что он в этот момент делает, что у него на лице, он, или муж говорит, да, ей, он отвернулся, он скучает, он вовлечен, он, ну, так, немножко, так сказать, приблизился к ней или наоборот отстранился, он сидит в телефоне, ну, пока жена говорит, да, его ни о чем не спрашивают, он может, то есть вот она коммуникация, да, в этот момент происходит, и специалист в этот момент может посмотреть, да, что происходит, когда внутри семьи папа что-то говорит маме, как ребенок себя ведет в этот момент, да, ну, посмотрите краем глаза, как он воспринимает это взаимодействие, да, он замирает, он уходит в другую комнату, он начинает шумно как-то играть, то есть вот когда люди начинают на это обращать внимание, у них появляются вот эти самые опоры, которых сейчас, может быть, не видно за этим, ну, более-менее абстрактным разговором, потому что сам по себе разговор, вот как мы с вами сейчас говорим, он может длиться, наверное, несколько часов, и тут сами по себе смысловые опоры не возникают, если мы не рассказываем каких-то интересных историй, анекдотов, ну, что-то, чему нужно давать, что может внимание такое к себе приковать, да, вот, поэтому они там эти опоры, которые всегда есть, ну, какие-то важные моменты, да, на приеме сидит женщина, что-то говорит и умолкает, то есть в этот момент она что-то продолжает говорить и своим молчанием в том числе, и в этом смысле я вот так вот, наверное, свою мысль закончу, в этом смысле люди в кабинет, вот я в последнее время думаю над этим, люди в кабинет, мои пациенты, клиенты, они приносят некие свои собственные фразы, с которыми они маются, может быть, на протяжении длительного времени, которые они пытаются выразить симптомами своими, да, может быть, какими-то там, ну, молчанием, да, болями какими-то, это фразы, которые звучат, но которые не находят понимания, не находят отклика, и в этом смысле, конечно, работа специалиста, вступить в эту коммуникацию, да, не оставить человека один на один с его собственными, ну, вот вам, не знаю, упражнения делайте там, ну, и ждите результата, хотя само по себе это тоже коммуникация, да, я вам даю и вот там сами занимайтесь, или приходит ко мне мужчина и говорит, мы в прошлый раз на предыдущей сессии, там о чем-то договорились, он говорит, Алексей Михайлович, я не сделал ваше задание, я говорю, слушайте, ну, и, ну, и слава богу, может быть, вы, наверное, занимались чем-то другим, хорошим, он говорит, странный ответ, я говорю, почему, он говорит, я думал, вы меня будете ругать, и, ну, для меня здесь сразу есть что-то, что можно, по крайней мере, не, может быть, не обсуждать, а задуматься, да, как, как в качестве кого он меня воспринимает, почему я фигура ругающая и так далее, да, вот это те самые, вот та самая идея, приносит вот эту неоконченную коммуникацию, но специалист это специалист по коммуникации. Я подумала, вот возвращаясь к вопросу, почему жена попрекает вот этими ретро-какими-то ошибками своего мужа, может быть, она хочет от него какой-то эмоциональный отклик, он не только стал слишком хорошим, ну, или, возможно, даже он не стал хорошим, но он стал неэмоциональным, и поэтому вспомнить прошлое, это возродить в памяти проживание каких-то бурных чувств, эмоций, то есть проявление чего-то живого, человеческого. Это я к тому, что вот в каждой ситуации вы обозначили вопрос, а что он хочет мне сказать, что я хочу сказать. То есть, действительно, если таким вопросом не задаваться, там можно найти много гипотез, как вы озвучили, которые можно потом впоследствии проверять. Гипотезы, и удивительным образом люди, высказывая гипотезы, почти сразу попадают в самую сердцевину, даже, ну, в сердцевину своего. Например, женщина в этой ситуации, близко к контексту сказала о том, что то доверие, которое у нее сейчас есть к супругу, оно очень зыбкое, и оно было повреждено в самом начале их общения. Она не доверяла ему тогда, и она по-прежнему себе задает вопрос, как я могу ему сейчас доверять, зная, что в основу наших отношений положено недоверие. То есть, тогда, когда я была максимально к нему относилась с интересом, открыто, да, он вот таким образом себя повел, очень уязвил, и мне больно в этом месте, да. Я возвращаюсь к тому, чтобы вот выяснить, как быть с этим недоверием, которое вот тогда возникло. И оно сейчас, доверие как будто, ну, какая идея? Доверие должно наработаться годами. Вот мы там где-то, это с изменами так же, да, вот где-то там 40 лет назад была измена у кого-то из супругов, да, 30 лет, 15. А люди все равно иногда к этому возвращаются, потому что это очень, это как прореха в красивом костюме, его разворачиваешь, а тут дырка, и она не залатанная, да. Ну, бывает так, что и один глаз закрыть, пропустить, ну, то есть там какая-то определенная работа должна произойти, чтобы это стало частью, ну, вот они возвращаются, а почему ты все-таки так себя повел и так далее, там много всяких вопросов изникает. Но там это был, например, вопрос доверия или вопрос контроля. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо нашим телезрителям, что были с нами. Да, попробуйте посмотреть на коммуникацию с этой сегодняшней стороны. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова